К педагогам города, воспитателям и школьникам Полевского впервые этот праздник пришел в 2001 году. Именно в этом году попечительским советом было утверждено первое положение о премии. И сегодня в Полевском снова праздник. А председатель городского попечительского совета Михаил Зуев, открывая торжественную церемонию награждения, говорит о ней как о доброй традиции. Очень приятная процедура поздравить сегодняшних награждаемых с такой замечательной датой, с замечательным событием. Потому что получить в канун сдачи государственных экзаменов такое поощрение и такое признание, это, конечно, для каждого ребенка очень значимое событие. И для родителей, конечно, это дата гордости. Я желаю им искреннего успеха в их дальнейшей жизни, чтобы все у них случилось, чтобы сложилось, получили образование, выбрали себя по профессии, определили свою дорогу жизни. И прославляли своих родителей, свою фамилию, свою школу и свой город. На сцене члены попечительского совета, руководители города. Все говорят о том, что по итогам года им приятно вручить премии самым одаренным школьникам, самым одержимым педагогам. Потому что вы все являетесь номинантами в девятый раз, когда вас награждает премия попечительского совета. Это очень приятно. Вот здесь сказано, самые одаренные чаще, самые одаренные спортсмены. Но я думаю, здесь одно слово «одаренные» – это тоже хорошо. Но еще, наверное, самые трудолюбивые, самые целеустремленные. Вообще, вручение премии – это, наверное, самый позитивный, самый светлый праздник, который сегодня есть в городе Полевском, и который на протяжении девяти лет радует всех и в том числе радует и греет душу. Поскольку это праздник настоящего и будущего, я думаю, что прекрасного будущего нашего города, нашей России. Вот сегодня у нас был губернатор, мы ставили новые задачи, обсуждали. И думаю, что вот молодому поколению те задачи, которые сегодня проговаривались, большой перспективой им их реализовывают. 23 мая 2002 года состоялась первая, такая же, как и сегодня, праздничная церемония награждения. К этому дню на счет поступили средства от 13 благотворителей. Сегодня число тех, кто хотел поддержать педагогов и школьников, уже 43. За 9 лет существования премии вручены голубые конверты с материальным вознаграждением за успехи в труде и учебе 240 особо одаренным учащимся, 80 юным спортсменам и 292 учителям. Ну и событие действительно уникальное, потому что премии попечительского совета, премии, которые вручаются благодаря тому, что поддерживают образование такое значительное количество, вот в этом году 42 благотворители, предприятия, организации, в этом значимость. Всем, кто принял участие в финансировании премии, огромное спасибо, а всем, кто сегодня их получает, огромное поздравление. Вот эта молодкая девушка успевно занимается автспортом, достигла высоких результатов. Она чемпионка мира, первое место в первенстве Уральского федерального округа. Ну, чтобы добиться таких высоких результатов, пришлось немало тренироваться. Большие тренировки, много труда. Спасибо тренеру, он помогал, все время тренировал у нас Алексей Бронский. Спасибо ребятам, которые поддерживают спонсоры, которые помогают ездить на соревнования. Сама, конечно, стараюсь, чтобы побеждать, выигрывать всех. И поэтому я сейчас именно здесь, на премии Выпечительского совета. Он спорный, ответственный, стабильно показывает высокие результаты участия в областных и всероссийских соревнованиях. 40 премий сегодня получают дети, 30 – за успехи в учебе. Попечители называют этих учащихся особо одаренные дети. И 10 премий запечатаны в конвертах для лучших юных спортсменов города. Кроме того, в этом году появились две новые номинации – «Лучший молодой учитель» и премия «Мужчинам-педагогам». Сегодня действительно важное событие в жизни нашего города. Торжественное вручение премии городского попечительского совета проходит в девятый раз. Через несколько минут мы увидим, как на сцену поднимаются 37 педагогов, которые получат премию в номинации «Лучший учитель». Сегодня на сцену поднимутся и пять работников дошкольного воспитания в номинации «Лучший воспитатель». Эту номинацию материально поддержало местное отделение партии «Единая Россия». И по традиции благодарные слова спонсорам и почетные грамоты. Уважаемые члены попечительского совета и все, кто принимает участие в работе этого серьезного мероприятия, вот этого серьезного направления работы, которое мы ведем с вами в городе, мы с вами, надо сказать, что делаем все возможное, что в сегодняшних условиях вообще может быть, для того, чтобы нашим школам, нашим детским садам, нашим детским дворовым клубам работалось и живось лучше. И фотография на память. У финансового кризиса нет шансов нарушить традицию городского попечительского совета. Ольга Фролова, Александр Полищук. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова